Уважаемые коллеги, мы всегда были вместе, я 14 лет член этой ассамблеи, мы были вместе, когда происходил тяжелейший кровопролитный конфликт в Чеченской Республике. И мы раньше всех европейских институтов нашли решение, хотя оно было непростым, нас тоже лишали права голоса, но оно было пересмотрено, поскольку любые санкции, любое разъединение противоречит самой природе парламентаризма. Мы парламентарии в плоскости парламентской дипломатии обязаны объединять наши народы, обязаны объединять наши позиции и искать тот общий знаменатель, как говорят математики, ту единственную тропинку, которая выведет нас к решению. То же самое было и в 2008 и 2009 году, когда весь мир находился в плену иллюзии, что Россия напала на маленькую Грузию. Доклад Хайдит Альевини в Европейском Союзе дал нам правду, и ассамблея пересмотрела свою позицию. Мы снова были вместе и по Чеченской Республике, и по Южной Осетии. Мы никогда не забудем такие имена, как Фрэнк Джад, Рудольф Биндик, Тадео Шевинский, Андреас Гросс. Сегодня тот же Андреас Гросс и Штефан Шеннах предлагают нам конструктив. Мы говорим о создании рабочей группы совместно с украинской делегацией. Мы говорим о специальном докладе о положении в Крыму. Мы говорим о совместных шагах, которые дадут нам правду, вместо той лжи, которая сегодня заполонила мировое политическое и мировое информационное пространство. Вы спросите, кому это выгодно? Выгодно тем силам, которые год за годом конструируют однополярный мир с гегемонией одной державы. Однополярный миропорядок, к сожалению, замешанный на крови. И сегодня эта кровь проливается уже внутри границ русского мира, который мы никогда не сдадим. Россия – великая держава, и она не будет стоять с протянутой рукой за полномочиями. И Россия никогда не будет никого шантажировать. Россия хочет быть на самой широкоохватной площадке в Европе, каковой является Совет Европы и его парламентская ассамблея. Но мы отдаем себе отчет, что сегодня мы как никогда обязаны найти решение, которое в этом году или объединит нас, или наоборот, к сожалению, разведет, как того хотели бы стратегические оппоненты Европы. И я думаю, что мы обязаны вместе конструировать будущее нашего континента во имя великих стандартов Совета Европы. И я предлагаю поддержать доглад Штефана Шенеха и проголосовать против деструктивной поправки 28. Спасибо.